Спасибо за ответ, Садгуру. Следующий вопрос, с которым сталкиваются все студенты, как им понять свою страсть? И нужно ли обязательно следовать своей страсти, даже если это означает пожертвовать комфортом? И образом жизни или географической близостью к семье? И должна ли страсть всегда преобладать над такими соображениями, которые могут быть по-своему важны? Давайте разберемся, что такое страсть. Страсть – это просто некая мысль в вашем уме, в которую вы вкладываете определенные эмоции. Это ваша страсть, верно? Вы можете быть увлечены определенной деятельностью, вы можете быть увлечены определенным человеком, вы можете быть увлечены определенной вещью. Как такое возможно? Это мысль, в которую вы вложили эмоции. Я так скажу. Если вы знаете это, если вы знаете, как сознательно генерировать мысли и сознательно вкладывать эмоции, у вас даже такого вопроса не должно возникнуть. Сейчас страсти происходят безудержно. То, что происходит безудержно, приведет вас туда, куда приведет. Иногда это приводит тебя в хорошее место, иногда в плохое. И если это так много значит для вас, то значит, вы вложили в это очень много эмоций. Вот и все. Из-за того, что вы вложили так много эмоций, вы, возможно, не сможете взглянуть на это логически, как прежде. Вы утратили свое фундаментальное благоразумие просто потому, что вложили в это так много эмоций. Я не думаю, что это способ построить свою жизнь. Нужно строить свою жизнь осознанно. Но большинство людей не понимают, что значит строить жизнь осознанно. Они все делают случайно. Вот почему те, кто добился успеха, испытывают стресс. Те, кто не добился, разочарованы. Оба страдают. Что еще должно произойти в их жизни? Вот на что им нужно смотреть. Они должны научиться сознательно управлять своим физическим телом, своим психологическим процессом, своим эмоциональным процессом и основным энергетическим процессом в теле осознанно. Если это происходит осознанно, это произойдет так, как вы хотите. Если это происходит так, как вы хотите, вы живете радостно и блаженно. Это естественно. То, что вы делаете в мире, не соответствует вашей страсти. То, что вы делаете в мире, это то, что наиболее необходимо сегодня. Это то, что вы должны делать. Это моя страсть. Миру это не нужно. Но вы продолжаете это делать. Какой смысл? Итак, это просто продолжение этого вопроса. Я имею в виду некоторые вещи, которые нам нужно сделать, что-то улучшить или исправить некоторые проблемы. Так, из моего скромного понимания, или, по крайней мере, из того, что мы узнали из учебников, буддизм говорит о том, что мы не должны быть привязаны к чему-то. Или, как в некоторых случаях, мы должны быть беспристрастны. Я имею в виду, нам говорят о том, что страдание... Одна из причин страдания — привязанность. Теперь мой вопрос к вам, Садгуру. Как я могу попытаться исправить несправедливость, если я эмоционально не затронут или не имею особой причины? Как я могу помучиться переживать другу, если я не привязан к нему? Итак, навязчивая необходимость или привязанность — это обязательно плохо? Видите ли, этот вопрос привязанности или отстраненности — заблуждение, которое пришло, которое возникло из гиты в этой стране. Люди неправильно поняли Кришну, как ничто, в том смысле, что люди думают, что Кришна говорит об отрешенности. Пожалуйста, посмотрите на его жизнь. Его жизнь — это вовлеченность, не так ли? Если вы посмотрите на все, что мы знаем о его жизни, все это немногое, что мы знаем о его жизни. Его жизнь — это вовлеченность, вовлеченность и вовлеченность во все вокруг. И этого человека, к сожалению, обвиняют в отрешенности. Посмотрите, если нет вовлеченности, нет и жизни. Вы можете познать жизнь только с вовлеченностью. Даже пища, которую вы едите сегодня, если вы не вовлечены, вы не будете знать, что это такое. Без вовлеченности вы не можете даже ощутить вкус жизни. Это невозможно. Люди говорят об отрешенности из-за страха страданий. Страх страдания пришел потому, что когда они вовлекаются, они запутываются. Они не знают, как вовлекаться. Они просто запутываются. Запутанность происходит потому, что ваша вовлеченность очень предвзята. Разве это погружение? Значит, я должен быть одинаково вовлечен во все? Вы это хотите сказать? Скажите мне, если вы меньше заняты дыханием и больше поглощены едой, вы думаете, что останетесь в живых? Смотрите, дыхание непроизвольно. Вот почему я использую понятие дыхание. Потому что оно непроизвольно. Вам ничего не нужно делать. Это просто происходит, но мы вовлечены. Ставя кондиционер. Иначе мы задохнемся. Это наша вовлеченность. Мы включили машину. Возможно, мы не дышим осознанно, но мы вовлечены. Без участия в каждом аспекте жизни вы получаете перекос. И вот тогда психологически вы настолько запутываетесь, что во многих отношениях ум становится невменяемым. Видя это, кто-то скажет, ты слишком привязан, ты должен быть отстранен. Нет, отстраненность тоже не сработает. Можно ли быть отстраненным и сделать что-то хорошо? Можете ли вы сделать что-то хорошо, будучи отстраненным от этого? Нет. Вам нужна абсолютная вовлеченность. Если у вас есть неизбирательное чувство вовлеченности, вы увидите, что в вашей вовлеченности нет никакой запутности. Если вы будете предвзяты, вы запутаетесь. Проблема в предвзятости, а не вовлеченности. Субтитры создавал DimaTorzok